Альфия Дорофеева Альфия Дорофеева Это не только директора детских садов Дошкольные работники это и те Кто производит книги Игрушки Это медики которые работают С детьми дошкольного возраста И мы очень большое сообщество А если принять во внимание Что фактически мы с вами работаем Со стратегическим резервом страны То Мы колоссальные силы Мне кажется что мы И не всегда осознаем Насколько мы громадная сила И вот это мероприятие Как мне представляется И вообще все встречи И объединения дошкольных работников Которые помогают нам Узнать друг друга лучше Посмотреть друг на друга И ощутить себя этой силой Они очень полезны Начинаю Слое выступление Которое может быть не такое Оптимистичное как начало Это разрывы в образовании Фактически мы сегодня Их все время обсуждали Последнее время Значительная часть Стран мира Говорит о разрыве в образовании Это обсуждается с 2000-х годов Но это не значит Что эти проблемы не стояли раньше Они стоят и ставятся С того самого момента Как зародилось образование Но именно термин разрыв в образовании Возник в 2000-е годы Почему? Он заимствован из цифровой экономики Когда стали говорить о цифровом разрыве И на этом примере На примере цифрового разрыва Вам будет очень хорошо понятно Что подразумевается под разрывом в образовании Когда к одному населенному пункту Подведен кабель Который делает свободным И хорошо доступным интернет А к другому нет Вот это разрыв Информационный Цифровой разрыв Таких примеров Вы можете Сами привести Очень много Я на этом не буду останавливаться И вот суть этих разрывов На самом деле Сегодня международное сообщество Обеспокоено этими разрывами Какие они? Это разрыв между коренным населением И мигрантами Есть такой разрыв Мы сегодня еще не поднимали этот вопрос Но этот разрыв есть И в Москве он очень четко виден Я думаю, что и в других населенных пунктах Где высок уровень мигрантов Этот разрыв есть Между здоровыми детьми И детьми с отклонениями Об этом говорили И будут еще говорить Разрыв между детьми Из обеспеченных И необеспеченных семей Этот разрыв беспокоит Международное сообщество Больше всего Потому что он увеличивается Разрыв между детьми Из образованных семей И семей с низким уровнем образования Разрыв между детьми Говорящими на языках страны И носителями других языков И, наконец, что для Запада важно Это разрыв между мальчиками и девочками Есть исследования Которые даже выдают структуру этих разрывов То есть общий национальный контент Который зависит от страны Экономического положения Географического положения Политического уровня развития страны Культурного и институционального Второй уровень Это система образования Ее политика и практика Далее это семейные условия Затем сверстники И, наконец, сами дети То есть фактически Разрывы существуют На всех этих уровнях Не отнимая ваше время на то Чтобы проводить детально анализ этих разрывов Я просто хочу сказать Что сегодня все государства говорят Что преодоление разрыва Основная задача государств И образовательных сообществ То есть преодоление разрывов Это основная задача Нас с вами Как образовательного сообщества Какие в России разрывы Из тех, которые я перечислила Существуют Ну, собственно говоря Они все существуют Но я здесь еще убрала Разрыв между мальчиками и девочками Потому что он, может быть, Не так остро воспринимается Нашим сообществом Но включила территориальный разрыв Потому что он очень важен Потому что мы знаем Что регионы очень имеют Неравное положение В сфере образования Один регион Как мы видели И особенно те, кто были В этом году На майской нашей конференции Один регион В нем сложились Такие замечательные условия Когда и руководство региона Понимает то, что делается В регионе в сфере образования И принимает самую активную позицию А в другом регионе У руководства региона Другие интересы И цифровой разрыв Для нас он очень актуален И очень важен Потому что многие почему-то убеждены Что у нас везде присутствует интернет Люди планируют деятельность В каком-нибудь селе Совершенно не учитывая, что Там работает система ИКТС Совершенно не так И телекоммуникационных технологий Как в Москве Таких примеров очень много Какие пути преодоления? А вот это очень интересно Потому что на самом деле Несколько исследований показало Что единственным путем преодоления Этих разрывов Является вклад В дошкольное воспитание В дошкольное образование И поэтому достижение равенства В дошкольном образовании Сегодня является Основной целью Международных лидеров А где об этом написано? Что Какие источники Стали Основой Вот Такого убеждения? Первый Камешек Заложила Великобритания Которая Провела исследование По оценке ущерба От разрыва Между обеспеченными И необеспеченными Детьми И обнаружила Что если Не предоставлять В раннем возрасте Образование Необеспеченным детям То ежегодно Экономика Великобритании Теряет 2 миллиарда Фунтов стерлингов Следующая работа Это оценка Эффективности Инвестиций В дошкольное образование Последние несколько лет Мы все время На своих встречах С вами Рассказываем О вкладе Хекмана И вот тут Я как раз Покажу Книгу Который просто Появлению которой Очень радуюсь Это Вот как раз То самое исследование Равные условия Для всех детей Джеймса Хекмана Которое впервые Переведено Мозаикой синтез На русский язык И вы можете Познакомиться С тем С чем Общественность Образовательная общественность Западных стран Познакомилась Гораздо раньше Она присутствует На сайте Стенде Мозаики синтез Рекомендую Обратить внимание Следующее Это уже практически Последнее Пирожок с пылу с жару Оно так и называется Нечестное начало Неравенство В образовании детей В богатых странах Это исследование Провело ЮНИСЕФ В прошлом году Но оно не переведено На русский язык И собственно Будем ждать Когда Кто-то его переведет На русский язык И наконец Последнее Исследование Того же Хекмана Которое Вот завершилось Два месяца назад Он по этому поводу Проводил вебинар Дошкольное воспитание И потомки Суть этого исследования В том Что дошкольное воспитание Оказывает влияние Не только На Вот Сегодняшнее поколение Но и на Следующее поколение Они провели Достаточно долгое исследование И Длительное Лонгитюдное исследование Которое показало Что Посещал ребенок Детский сад Или не посещал Сказывается На его Потомках И Результат исследования Можно уместить В одну фразу Если хочешь Чтобы твой сын Был успешным Отведи его Вернее Если ты хочешь Чтобы твой внук Был успешным Отведи своего сына В детский сад То есть Мы получили Вроде бы Доказательную базу Колоссальную То есть Следует ожидать Что завтра Должны выстраиваться Очереди Из политиков Которые должны Облегчить Наше Дошкольное образование Но Почему-то Не так За рубежом Раньше На дошкольное Воспитание Внимание Не обращали Более того Советскому Союзу Все время Ставили в упрек Что оно Благодаря наличию Детских садов Отрывает Детей От матерей И Вырывает Детей Из семьи Сегодня Ситуация Изменилась Во всяком случае В Европе 9 из детей Посещают Дошкольные Учреждения Во всех 40 Во всех 40 Более чем 40 Странах Евросоюза И Надо сказать Что это Исследование Прошлого года То есть За буквально 10 лет После того Как были сделаны Первые проработки Ситуация С дошкольным Образованием В мире Сильно Изменилась А какова стоимость Преодоления Этого Разрыва Дело Все в том Что Считается Что на 15 Тысяч Долларов Которые Мы Вкладываем В дошкольника Условно Я говорю Мы Имея в виду Мир А не только Значит Нашу страну Или не столько Нашу страну Так вот Доход Для общества Составляет 250 Тысяч Долларов То есть На каждый Вложенный В дошкольника Доллар Государство Получает 17 Долларов Возврата Условия Преодоления Разрыва То есть Казалось бы Вот Если мы Теперь все Накинемся На дошкольное Образование И будем Преодолевать Мы Получим Очень хорошие Результаты Для всего Мирового Сообщества Однако Не просто Детский Сад Оказывается Этот детский Сад Должен Быть Полного Дня Оказывается Воспитатели Должны Быть Со степенью Бакалавра И сертификации В области Образования Оказывается Должно Быть Даже Не 10 Детей В группе И не 25 О которых Мы говорили А это Должны Быть Малые Группы По 5-6 Детей Они Должны Получать Занятий О которых На которые Мы так Дружно Ополчились Всего Несколько Лет Назад Минимум На 2 С половиной Часа В день Это Должны Быть Еженедельные Посещения Воспитателем Детей На дому То есть Вот вам Союз С родителями И Это Должен Быть Обязательный Скрининг Здоровья И питания И обучения Родителей Я Заканчиваю Этот перечень Еще и Наличием Программы Которая Учитывает Все эти Факторы Которые Я вам Перечислила То есть Мы понимаем Что Дошкольное Образование Оно Должно Быть Вооружено Но Ведь Дело Все в том Что Дошкольное Образование Тоже Система Образовательная И в ней Ровно Так же Есть Образовательное Неравенство Очень многие Элементы Этого Неравенства Были Обозначены В выступлениях Тех Людей Которые Были До Меня Но Вот Самое Интересное Было Посчитано В Каких Странах Лучше Всего Доступ К Вот Таким К Такому Хорошему Обладающими Всеми Теми Свойствами О которых Я говорила Дошкольному Образованию И вот Это тоже Данные Прошлого Года Первое место По доступности И качества Дошкольного Образования В мире Заняла Литва Я просто Не буду Перечислять Кто Второе Кто Третье Здесь Видно Достаточно Хорошо Но Во всяком Случае Как мы Видим Далеко Не все Страны Являются Самыми Богатыми Если Вас Это Успокоит Или Обрадует Не знаю Или Огорчит США Занимает В этой Цепочке Сороковое Место Просто Всех Здесь Не уместились А Россию Не посчитали Это Печально На самом Деле Потому что Получается Что Все страны Ведут Эти Исследования Мы Не ведем А как раз У нас Этот вопрос И мало Того Что и Приоритетов И ценностей И Нам Это Упрек Не Очень Слышу Подождите Пожалуйста И плюс Свет Слепит Литва Не считала Своих Граждан Это Вообще Не Литва Считала Значит Обычно Когда Проводятся Такие Исследования Международными Организациями То От Каждой Страны Присутствует Представитель Но Он Дает Не Он Выступает Как Эксперт Если В этой Стране Есть Эксперты Соответствующего Уровня Просто Это Процедура Проведения Международных Исследований Вы знаете Давайте Вот Предложили Взять Стенд Тампада Как Площадку Я До Шести Вечера Вот С удовольствием Обсужу с вами Этот вопрос И С теми Кому Это Будет Интересно Потому Что Мне Это Очень Интересно Таким Образом Высокий Уровень Национального Богатства Как Я Уже Сказала Не Гарантирует Высокого Уровня Равенства Образования Если Вы Хотите Значит Вот По Поводу Литвы Еще Если Вы Хотела Какую-то Мысль Сказать И Забыла Потом Тогда Извините Значит И Тогда Если Мы С вами Посмотрим Какова Вот Мы Говорили О том Что Вот Это Хорошо Это Плохо А Как Все Таки Преодолевать Их В Дошколке Значит Мы С вами Уже Выяснили Что Есть Национальный Контекст Есть Система Образования Есть Семейный Контекст И Есть Детский Контекст Да И В этом Смысле Я Еще Хотела Отметить Следующее Вот Основной Как Вы Считаете На Национальном Уровне Какой Основной Самый Разрыв Вот Что Вы Назвали Главным Разрывом В Системе Дошкольного Образования На Национальном Уровне Первозреческий Разрыв Будет Идеологический Война Отлично Вот Лучше И Не Скажешь Мировоззренческий Идеологический Разрыв Звуковой Разрыв Языковой Барьер Поняла Но Вот Как мне Представляется То Чего Мы Сейчас Больше Всего Страдаем Помимо Мировоззренческого Разрыва Это Разрыв Который Можно Охарактеризовать Следующим Образом Власть Не Видит Дошкольное Образование И И Несмотря На То Что Сегодня Здесь Предсутствовал Представитель Министерства Низкий поклон Министерству За это Но Тем не менее Власть Не Видит А Доказать Это Очень Легко В Национальном Проекте Образования Слово Дошкольник Упоминается По-моему Один раз Какие Еще На Национальном Уровне Возникают Разрывы Ну Про Территориальные Мы с вами Говорили Цифровой Говорили Межведомственный Разрыв Потому Что Если Что-то Полезно Министерству Культуры И За Это Должно Заплатить Министерство Образования Министерство Образования Ни за что За это Не заплатит То есть Понимаете И не договориться Вот сейчас Со скрипом Какие-то Договоренности Происходят Но по-прежнему Преодолеть Эти Когда одно Ведомство Не желает Общаться С другим Это очень Сложно И мы все От этого Страдаем Что Еще Я бы Хотела Сказать Конечно Это разрыв Между наукой И практикой Вот Кто-то Сегодня Очень хорошо Сказал О том Что Кулуарная Наука Потому что Решения Очень многие Политические Принимаются Как раз Базируясь На решениях Кулуарных А вовсе Не На обсуждении Не на Привлечении Всех Институтов Которые Сейчас Занимаются Этой Проблемой И Кулуарная Наука Она И не Предполагает Лонгитюдных Исследований Которые Нам Были Очень Нужны И Много Чего Еще Не Предполагает Если Мы Возьмем Следующую Ступеньку Которая Относится К министерству Просвещения Нынешнему То Создание Двух Министерств Увеличило Разрыв Между Образованием Дошкольным И Подготовкой Кадров В разы А кадровый Разрыв Он тоже Присутствует Потому что Во всяком Случае Как Можно Видеть И Как Вот Получается Когда мы Готовим Кадры Мы не Всегда Мы Очень Сильно Ориентируемся На World Skills Но Совершенно Не Ориентируемся На Реальные Потребности Каким Образом Когда Мы Говорим О Росте Требований К Дошкольному Воспитанию Каким Образом Нам Удалось Сократить Самые Крупные Вузы Которые Готовят Педагогов Для Дошкольного Образования То есть Это Очень Тяжелый Вопрос Такой Тяжелый Вопрос Как И Переподготовка То есть Переподготовку И Стремление Повысить Своё Качество Дошкольных Работников Повесили На самих Дошкольных Работников Да Сейчас Обсуждается Что Кому-то Доплатят Еще Каким-то Образом Этот вопрос Будет Решен Но На фоне Этого Мы видим К сожалению Оскудение Ресурсов В Колледжах В Техникумах В ИПКРО И других Институтов Повышения Квалификации Которые Должны Преодоление Разрывов Это Наше С вами Прямое Дело Конечно Мы Должны Добиваться Признания Властью Ведущей Роль Дошкольного Образования Как Стратегического Резерва Страны Потому что Мы Это Понимаем А власть По-видиму Не совсем Мы Должны Добиваться Преодоления Цифрового И Информационного Разрывов Информационный Разрыв В частности Опять Обращусь К Хекману Мы Живем Часто Не информацией А мифами Из трех Основных Источников По которым Мы Говорим О том Что Дошкольное Образование Бесценно В системе Образования Мы Имеем В переведенном Виде Доступном Для воспитателей Для руководителей Системы Только Одну Книжку А ведь Этих Книг Множество Так У меня Отключили Презентацию Так я вам Ее показываю Она одна А книжки Которые Они были На том слайде Если можно Верните Презентацию Сейчас покажу Так Про книжку Мы знаем И она Сейчас Пройдя Презентацию Будет В электронном Виде Вот Четыре Исследования Которые Опубликованы В виде Книг И кстати Сказать Имеются В электронном Варианте Но они Имеются В электронном Варианте На английском Языке Всякому Педагогу Дошкольного Образования Это доступно И более того Скажу Что не Всякому И чиновнику Из министерства Это доступно Потому что Он же Не имеет Возможности Следить за тем Что происходит В мире А мир Сегодня Меняется Очень быстро А если Говорить Дальше О тех Шагах Которые Нужно Делать То Значит Вот Система Образования Должна Разработать Стратегию Преодоления Разрывов А у нас Об этом Даже практически Если говорится То только На закрытых Совещаниях И в кулуарах Очень мало Материалов Об этих Разрывах А они Есть Признание Любых Действий Наносящих Урон Системе Дошкольного Образования Антигосударственными Это тоже Должна Была Озаботиться Система Образования Но К этому Мы должны Ее подталкивать В семейном Контексте Открыть Детские Сады Для Родителей Сегодня Искусственно Создано Препятствие Для Союза Детского Сада И Семьи Если Говорить О детях И сверстниках Сегодня Должна Создаваться Единая Междисциплинарная А не только Образовательная Среда Включающая Детские Сады Музеи Библиотеки И это Только Начало То есть Каждый Шаг Сделанный В любом Из этих Направлений По преодолению Разрыва Он Будет Способствовать Развитию Государства Спасибо За внимание Если Есть Вопросы Жду Вас На Стэндинг Пада Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова